Добро пожаловать, ребята, на пятый этап Формулы-1 на Грам-при Испании. Что же, первое европейское Грам-при начинается у нас с Испании, как обычно. И, как обычно, всё идёт очень и очень плохо. В квалификации темпа, как обычно, у меня абсолютно нету. Хотя, казалось бы, первый сектор в квалификации у меня всё время удавался. Лучшее время там ставил, но во втором, в третьем я как-то очень сильно проигрывал своим оппонентам. И, в частности, Ферсапина я чуть ли не секунду мог слить спокойно во втором секторе, и в третьем почти столько же. Ну, ладно, потом ко второму сектору я более-менее выровнял время. В третьем я всё-таки смог убороться уже за хорошую позицию, и по итогу четвёртое место на стартовой решётке. В принципе, неплохо, но, конечно, хотелось бы и пол-позишн, но, я думаю, рано или поздно я смогу одолеть Макса. Но я боюсь то, что это произойдёт, к сожалению, не скоро, поскольку болиды у нас одинаковые, а Макс едет везде очень хорошо. Ну, просто реально, он не очень хорошо, конечно, проехал, но посмотрим, как у нас пойдёт дальше. И я надеюсь то, что я уже наконец-то смогу бороться на равных с Максом в квалификации, поскольку в данный момент только в гонке я с ним могу бороться. Конечно, да, сразу же вспоминается 18-я формула, где в течение карьеры у тебя мог быть один и тот же напарник, он не менялся, он ехал с той же скоростью, и за счёт этого ты мог выигрывать, то есть как бы он у меня, двигаемся. Когда у меня просто сиротки не могут ставить никакой конкуренции, я спокойно выиграл все почти Грампри. Ладно, стартовую решётку у нас Макс Рстаппин, первый, второй Себастьян Федор, третий Вальдри Ботус, четвёртый я, пятый Карл Сайн, шестой Шарли Клер, седьмой Сергею Перес, восьмой Дэвен Баттлер, девятый Ким Райкин и десятый Кевин Магнусон. Мерседесы у нас отвалились во второй квалификации, причём никто из них на медиуме не пытался пройти, как я, и это довольно интересно, то, что Мерседес уже не могут даже пройти в третий сектор, что, конечно же, крайне интересно, поскольку Мерседесы до сих пор продолжают не апгрейдить свой болид, но после Испании, я думаю, они поймут то, что пришло время апгрейдить. Гасну красные огни, я срываюсь с места в Ботас, проигрываю свой старт, Феттель же вырывается тоже вперёд, поравнялся с Максом Ферстаппином, потом я проиграл Ботасу старт, и потихоньку начинаю за ним ехать, попытался атаковать его в первом повороте, по внутренней траектории захожу, пытаюсь получше как можно выйти ко второму повороту, но всё-таки у Ботаса лучшая траектория, у меня ещё есть носик, к тому же, по итогу я проигрываю, к сожалению, Ботасу и остаюсь на своей четвёртой позиции. Старт с твоей камеры, отличный старт от Феттеля, который сразу же вырывается на первую позицию, по крайней мере, он смог поравняться с Максом до первого поворота, и они начинают тоже борьбу между собой за первую позицию, что очень хорошо было для меня, поскольку Макс не оторвётся от меня тут же там на пару-трой секунд к ДРСу, и как этого хрена потом догонишь, так что это была очень хорошая для меня борьба. Конечно, продолжалась она между ними недолго, всё-таки Ферстаппин смог выиграть себе первую позицию обратно, ближе к середине второго сектора, но борьба была у них напряжённая, кто-то вырвался вперёд всё время, но, как я и сказал, Ферстаппин, к сожалению, выиграл в этой борьбе. Позади меня также была борьба между Сайенсом и Пересом, который неплохо так прорвался со старта. Борьба, конечно, для Переса даётся нелегко, поскольку Рейсинг Коэн сложно соревноваться в поворотах с Рэдбулом, но всё-таки Перес таки смог одержать верх над Сайенсом, и также Леклер позади попытался атаковать также Сайенсом, но не удалось ему это сделать. По итогу ещё и Баттлер начинает атаковать уже Леклера, и бок о бок они начинают проходить третий сектор, в котором, наоборот, бок о бок лучше всего не проходить, поскольку много времени будет теряться, но Баттлер это не останавливает, он пытается и пытается против Леклера, но Леклер лучше всего выходит из затяжного правого поворота. К концу первого круга я догнал таки Ботоса, начинаю его спокойно обходить за счёт Слипстрима и высокого уровня ЕРС, без проблем прохожу его ещё до первого поворота, и устремляюсь уже за впереди идущим Феталем. За Феталем, конечно же, мне придётся покататься два круга до того момента, пока нам не дадут таки ДРС. К этому моменту Фетал ещё и отстанет от Макса, что очень-очень плохо, и я решаю то, что после того, как я прижу Феталя, я через круг пойду на пистоп, поскольку попытаюсь сделать андеркат этакий, который у меня, в принципе, всё время удавался, и я постоянно отыгрывал там секунду-две от противников, которые страдали там целый круг на старом, например, софте. Выезжаю из ПТ я не совсем последний, так как у нас ещё трое гонщиков поехало также на пистоп. Наверное, также захотелось сделать андеркат, но посмотрим, как у них получится сделать его или нет. В настоящую кругу я догоняю пару гонщиков в виде Джовинации и Кубицы. С Джовинаци я смог разобраться без проблем на старт в финишной прямой. С Кубицы, конечно же, возникли проблемы, поскольку после затяжного третьего поворота идёт мало мест, где можно переезжать гонщиков. Да, есть там обратная прямая с ДРС, но я подъезжаю уже к четвёртому повороту на хвост Кубицы. Потом идёт пятый поворот, где очень нежелательно опережать, поскольку придётся очень сильно замедлиться, проезжая бок о бок его. Но я решаю, что надо проходить как можно быстрее, ныряю во внутреннюю часть поворота, по итогу прохожу Кубицу, заставляя его пройти довольно широко этот поворот. А в следующей кругу я догоняю Квята, и тут же ещё выезжает Макс Ферстаппин, которого я тут же и опережаю. Что значит, что мой андеркад неплохо сработал, теперь остался придти в предыдущий пилотон здесь, и, собственно, начинать оторваться от Макса как можно быстрее и как можно дальше, чтобы он меня не догнал. Плюс у Макса будет чуть свежее, медиум, поскольку он сделал пилотоп на два круга позже, из-за чего тоже под конец моего стинта могли возникнуть проблемы, что Макс будет идти быстрее меня. Поэтому да, опять же, надо как можно быстрее всех опередить, и чтобы Макс здесь как можно больше принял времени позади болидов группы B. Ну и, собственно, да, начинаю свою атаку, Рассела прохожу, он пытался сопротивляться, конечно же, потом идёт он на Стролл, которого я без проблем начинаю догонять на обратной прямой, за счёт слепстрима и ДРСа, а также обгонного режима ЕРС, поскольку надо, как я говорил, атаковать как можно сильнее и жёстче. Прохожу его в шпильке, по итогу меня даже Шараков выносит довольно, и из-за этого также Стролл ещё широко пошёл, но я не сильно ему помешал в этом плане, и самого ничего ему не повредил. Потом у нас тут Грожан и Рикьярда, которые также между собой уже начинают потихоньку-потихоньку бороться, по крайней мере, Грожан подъезжает к Рикьярда, и плюс у Рикьярда сейчас не будет ДРС, как будет у Грожана, и Грожан сможет без проблем попытаться атаковать, по крайней мере, Рикьярда. Я же пытаюсь, наоборот, атаковать Грожана и Рикьярда, и попытаюсь их пройти за одну прямую, поскольку не хочу терять много времени, опять же. Грожан решил воспользоваться ДРСом в другую сторону, то есть именно поэкономить похожие ресурсы, поскольку Рикьярду он не смог обойти до конца прямой, и даже поравняться с ним, что было для меня довольно интересно, но как так, вроде бы и Слепстрим есть, и ДРС есть, и скорость должна быть у тебя больше всё-таки, чем у Рено, которая, ну, у прокачки от тебя остаёт нехило так, поскольку Хас у нас очень неплохо так прокачивает свой болид в начале сезона, в отличие от Рено, который барахтывается где-то там внизу между Вильямсом и Альфа Ромео, ну, про Альфу даже говорить ничего не стоит, просто парни идут на дно, так сказать. После моего прорыва уже Макс начал этим заниматься, тоже начал обходить постепенно своих оппонентов, прошёл две Реношки за пару кругов, и уже потихоньку потом подгоезжал к Хасу, который шёл впереди, и уже на старт-финичный прямой обгоняет его. К этому моменту у меня был уже отрыв от Макса где-то 3 секунды, и, в принципе, этот отрыв был неплохим, поскольку он не особо его сокращал там по одной-две десятки с кругом максимум, и если обходил всё идеально, то, в принципе, вообще отрыв не особо-то изменялся. Рено также начали свою борьбу, Трилл таки догнал Рикьярда, но позади них уже появились Феррари, Рэдбулы, и тому подобные болиды, которые также уже сделали свой первый пинстоп, в отличие от тех, кто ещё не делал пинстоп, по итогу две Рено начинают бороться, Стролла выигрывает в этой борьбе, тут же ещё и подключается Ботос, который опережает сначала Рикьярда, там уже позади был и Феттель, но он пока не стал действовать, Ботос же выходит на обратную прямую, и за счёт слепстрима и Дресса обходит Стролла, и постепенно также начинает прорываться через весь Платон. Конечно, Стролла не сразу сдался, бок о бок они начинают проходить, третий сектор, но всё-таки затяжной правый поворот, и Ботос вырывается вперёд. Потом у нас Феттель пошёл в Береношке, ну а Леклеру не повезло, он застрял с двумя Реношками, но потом за один круг, точнее даже за один поворот, смог обойти обоих пилотов Рено, конечно же они попытались побороться, втроём они входят в первый поворот, но уже на выходе из второго, Леклер без проблем выигрывает эту позицию, и начинает догонять своего напарника. После своего пидстопа, я выехал прям перед Пересом и Хэммитоном, также стоит напомнить то, что Мерседесы едут здесь на тратегии в один пидстоп, и они неплохо так уже забрались на третье и четвёртое место, поскольку у Ферстаппина обходит в данный момент Хэммитона, и после пидстопа у меня началась полная-полная жопа. А началась она не в том, что меня Макс начал атаковать, а из-за того, что я начал терять кучу времени. А почему я кучу времени начал терять? Да потому что у моего руля сбилась центровка, и постепенно-постепенно она уходила влево просто. То есть вначале это было не особо сильно заметно, но потом начинается уже на 20, 30, 40 градусов ходить, и становится дико некомфортно рулить, особенно если ты поворачиваешь там вправо, потому что у тебя руль начинает возвращаться вообще в центр, и это немного сбивает с толку. По итогу я начал повороты проходить медленнее, и из-за этого я начал терять кучу просто времени, и сдерживать, соответственно, Ферстаппина и Хэммитона. Конечно, в данный момент они боролись уже между собой, это давало мне немного времени на то, чтобы попытаться оторваться как-то, но опять же я не мог оторваться, потому что я просто не мог нормально ехать. Конечно, да, сбегая чуть вперед, я пофиксил эту проблему, но до 26-го круга мне пришлось страдать, пытаться отбиваться от всех атак Ферстаппина, что у меня, в принципе, удавалось, но отбиваться-то не все время я смогу, и рано или поздно бы он меня прошел, потому что у меня руль в конечном итоге уехал от центра где-то влево на 90 градусов, что, ну, в принципе, было очень и очень плохо, особенно для переключения передач. Макс же, в свою очередь, атаковал почти каждый круг, когда он только мог, по итогу к этому моменту уже и Хэммитон к нам подъехал, я ошибался, как я и говорил на поворотах, они начинали бороться уже между собой, там уже позади был и Гасли, там уже и Фетель подъезжал с Леклером, там же еще и Ботас подъезжал, то есть в конечном итоге нас собралась группа из 7 болидов, которых только Сайенс не хватало для полного комплекта. Борьба у нас с Ферстаппиным накалялась, с каждым кругом, и крайне не хотелось его все-таки впускать вперед, поскольку если он будет постепенно так выигрывать и дальше, то он меня спокойно догонит в личном зачете, а отрыв мне хотелось бы как бы сохранить, и поэтому я всячески пытался его вытеснить с траектории, что у меня, в принципе, удавалось, но борьба наша закончилась, к сожалению, для команды на очень плохой ноте. Собственно, 29-й вроде круг, я заужаю траекторию и отправляю Макса в занос. Честно, конечно же, мне, ну, немного стыдно за такой маневр, после которого Макс теряет тут же две позиции, одну от потушения Хэмилтона, другую от потушения к Фетелю, и позади уже тоже ребята начали постепенно к нему подъезжать и пытаться его атаковать. Фетель же к этому моменту я опередил еще и Хэмилтона к финишу, я же к этому моменту отрывался больше, чем на секунду, соответственно, мне ничего, в принципе, не угрожало. Фетель также повторил успех своего сокомандника, прошел Пьера Гасли, ну и потом, ближе к концу гонки, он успел еще пройти Ферстаппена. Конечно, как я и говорил, мне стыдно за этот маневр, если, кстати, так подумать, то это уже второй маневр по отношению к Ферстаппену, первый был у нас в Германии, где я его чуть ли, по сути, не прибил к отбойнику, ему повезло каким-то образом не сломать свой болид. По итогу, Ферстаппен приезжает на пятом позиции. Для команды, конечно же, это плохо, поскольку мы зарабатываем максимальные 44 очка, но все-таки мы все равно зарабатываем неплохие очки. Но, в принципе, если так подумать, то понятия как команды в данный момент у меня в принципе нету. Для меня Ферстаппен, в первую очередь, главный оппонент в личном зачете, и поэтому даже если считать, что мы едем на одинаковых болидов, это ничего не значит, и то, что мы будем держаться как самые заклятые враги, как это было в Рэдбуле, когда был Феттель и Марк Вебер. Также это было и в Мерседесе, между Хэмилтоном и Росбергом. Так что теперь пришла и наша очередь, собственно, с Максом побороться, так сказать. Но борьба будет чистая все-таки, с моей стороны это был последний такой прокол. И специально, опять же, я это сделал. Я пытался, как можно, конечно, закрыть калитку, но все-таки я не рассчитал, что Макс уже довольно далеко был в этой калитке, и поэтому ему, грубо говоря, это закрытые калитки просто, так сказать, отшиб ногу. Ну и ладно, первое место за мной, второе за Феттелем, и третье за Льюисом Хэмилтоном. Мерседесы очень неплохо провели свою гонку за счет стратегии в один пидстоп. Они неплохо прорвались на третью и шестую позицию, начиная при этом с 12-13 позиции, если мне не изменяет память. Что показывает то, что у Мерседеса еще есть порох в пороховницах, и они могут еще бороться кое-как. Конечно же, опять же говоря, кое-как, потому что в данный момент у них болит довольно-таки плохой. Он вступает уже к большинству командам, также большинство команд уже и прокачиваются как можно быстрее. Ну, кроме Арино и Альфа-Ромео, но может быть и они как-то начнут прокачиваться, и мы увидим просто большой прогресс и с их стороны. Но, хотя, забегая чуть вперед, да, со скачок мы максимум можем видеть до конца этого сезона, поскольку этот сезон для этой именно карьеры будет последним, и следующий сезон будет уже начинаться по новой, с новой командой, которую вы увидите, ну, в самой новом сезоне. Соперничество я начинаю выигрывать по отношению к Максу на 1 очку, также беру себе соперники Карла Сэнс, поскольку за него дают максимум опыта, и, соответственно, это мой единственный соперник. В основном, главный мой соперник сейчас Макс Верстаппин, который сидит напротив меня в Моторхолме. Ну и да, в принципе, нашу команду можно уже изначально поделить на две стороны, так сказать, одна сторона на моей части, другая на его, ну и так далее. Но, правда, блин, да, прокачу я в основном, а не он. Хотя, вот, казалось бы, почему боты не могут еще прокачивать, то есть вносить там какие-нибудь изменения, предложения, по типу, давай улучшим это, и при этом на эту деталь будет идти какая-нибудь специальная скидка вот все-таки от его напарника. Ну, может быть, в 20-й формуле мы это увидим, кто его знает. По модификациям беру две мелких модификации в шасси, и начинаем уже качать этот отдел. Так что в скором времени будем врываться в топ по шасси. Также надо не забывать прокачивать двигатель, поскольку мы начинаем уже потихоньку-потихоньку просаживаться уже по нему. Но это уже будем думать, что именно будем там качать. По графикам можно заметить то, что Вильямс неплохо обновляются, ХАЗ тоже неплохо обновляются, и Рейсинг Пойнт тоже. На этом, ребят, все, с вами был Вархаммер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и до скорых встреч, пока-пока, и удачи.